Вот и получается, что российские оккупанты сначала творят эти ужасы, совершают преступления, военные преступления в украинских городах в отношении украинских граждан, а после этого свою войну войной даже не называют. Ну, в общем, придумывают массу других терминов для того, чтобы каким-то образом попытаться сгладить свои действия, во всяком случае на уровне риторики. Но на самом деле есть люди, которые создают настоящие словари войны и войну войной называют, то есть вещи своими именами. Среди них украинский поэт, переводчик, литературовед и эссеист Остап Слевицкий. Он с нами на прямой связи. Остап, приветствуем. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Остап, есть информация, которую на самом деле вы на своей страничке в фейсбуке опубликовали, о том, что известная британская киноактриса Тилда Суинтон зачитает словарь войны на литературном фестивале Deepwater Festival в Соединенных Штатах. Это ваш проект, словарь войны. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что же это за словарь-то такой. Да, словарь войны это документальный проект, хотя на самом деле реализация этого проекта происходит где-то на границе между документалистикой и художественной литературой, даже поэзией, я бы сказал. Это короткие монологи людей, которые переживают войну. Не только тех, кто непосредственно на фронте находится. Я бы даже сказал, что по состоянию на сегодня довольно немного монологов людей, которые на фронте. Я думаю, что это еще впереди. Пока сложнее найти время для того, чтобы поговорить с теми, кто находится сейчас в самых горячих точках нашей войны. В большинстве истории, которые вошли в словарь войны, это истории, которые рассказали и продолжают рассказывать те, кто спасается от войны. Люди, с которыми я встречался, начиная с первых дней войны, когда работал волонтером. Сначала на Львовском вокзале, через который прошло, как известно, несколько миллионов людей. Потом в приютах для вынужденных переселенцев. И, конечно, эти разговоры состоялись в довольно напряженных обстоятельствах, когда не было возможности что-то записывать или на диктофон, или даже в какую-то тетрадь. И мне приходилось запоминать. Когда я возвращался домой, я вспоминал только самые важные, самые сильные моменты этих монологов. И что-то наподобие такой документальной поэзии. Остап, а скажите, я правильно понимаю, что... Я правильно понимаю, что... Остап, я правильно понимаю, что да, в первую очередь монологи это истории, да? То есть вот то, что вы слышали, это все равно какие-то случаи, которые удивляют. Если можно коротко, я понимаю, что там дословно это будет выходить на английском языке, вот на русском, можете какую-то очень короткую историю рассказать, которая вас лично удивила? Вот, которую бы вы там с одной из первых планируете начать, сам словарь? Да, это я могу точно сказать, с какой истории... Вадим из Канатопа. И это была история о свободе. То есть это был человек, который приехал в Украину, прожив несколько лет в Польше. Он ждал на возможность записаться в вооруженные силы Украины, чтобы воевать за свой родной город. И у него появилось время размышлять. Первая история словаря войны, это история о свободе. Он сказал мне буквально так, «Свобода, свободу никто тебе не даст, только ты сам можешь сделать себе свободу». Свобода — это не серийный продукт. И символично, что первым словом в словаре войны стала свобода. А каким словом будет последнее слово, я не знаю. Не знаю, когда можно будет поставить точку. Хотя я хотел бы, чтобы словарь войны вышел в виде книги еще в этом 2022 году. Скажите, пожалуйста, ну поскольку начали с сообщения о том, что Тилда Свинтон будет зачитывать словарь войны на фестивале литературном Соединенных Штатах Америки, а откуда она узнала о его существовании? Можем фотографию как раз этой актрисы сейчас увидеть, для того, чтобы зрители вспомнили. Да, история с Тилдой Свинтон, которая будет читать словарь войны 19 июня на американском фестивале, литературном фестивале Deepwater Festival в штате Нью-Йорк. Это история, которая случилась благодаря журналисту и писателю Аарону Хиклину, который является основателем этого фестиваля. Он приехал в Украину в начале марта лично, для того, чтобы, как он выразился, привести отсюда несколько историй. Я с ним встретился во Львове в первые дни марта и рассказал ему о словаре войны, об этой идее. Ему идея очень понравилась. Он сразу загорелся тем, чтобы как-то словарь войны представить своей публике. И вот недавно он сообщил, что он хочет, чтобы словарь войны был представлен в виде такого театрального перформанса в рамках его фестиваля. Во время этого представления читать словарь войны будут не только актеры-звезды, вроде Ильды Свинтон или Алана Каминга, но и менее известные местные актеры и даже обычные жители города, Нарусбург, где происходит этот фестиваль. Слушайте, мы говорили о том, что Netflix интересовался темой Украины и вроде как готовились к съемкам документального или художественного фильма. От Александра Роднянского было сообщение, что по мотивам «Вся кремлевская рать» будет снят сериал о жизни кремлевских башен. В общем, война в Украине, она, по сути, стала новым культурным толчком для развития тех или иных произведений. Скажите, что вам известно из каких-то новых проектов? Может, опять-таки, про кино есть какая-то новая информация? Кто заинтересовался темой Мариуполя, Северодонецка? Потому что, ну, это, по сути, самые горячие точки сейчас в мире. Да, мы знаем, что я лично встречался с несколькими режиссерами, документалистами, которые приезжали и приезжают в Украину для того, чтобы снимать. Многие проекты сейчас в процессе. Мы знаем о трагической судьбе Мантоса Кведоравичуса, кстати, литовского режиссера-документалиста, который погиб в Мариуполе при попытке эвакуации оттуда. На следующей неделе я встречаюсь с двумя журналистами из Frankfurter Allgemeine Zeitung, которые готовят документальные проекты, текстовые и фотопроекты об Украине. Я думаю, что после победы и в любом случае, независимо от того, когда закончится война, во второй половине этого года мы, наверное, должны ожидать появления большого количества различных документальных, журналистских кино и фото и текстовых проектов об Украине. Потому что это такая фаза созревания этих проектов, это несколько месяцев. То есть где-то так с июля, августа, я думаю, эти проекты будут уже готовы к публикации. Астап, большое вам спасибо. Желаем вам новых творческих достижений. И очень будем надеяться, что поводом для этих достижений будет все-таки не война, а украинская победа. Большое спасибо. Спасибо.